Друзья, всем привет! Как мы и обещали, мы сделали бэкстейдж, потом мы прочитали комментарии, мы решили помимо обычного бэкстейджа, как мы все это делаем, еще и добавить какие-то ответы на ваши самые распространенные комментарии, чтобы некоторые хейтеры окончательно успокоились и пошли нахуй, а некоторые наши доброжелатели просто нашли ответ и те, кто сомневаются, но которые все равно верят, они продолжали верить. А хейтеры опять же идут нахуй, да? Я не сел на эту хуйню, потому что Айкия хуйню делает, которая не выдерживает 140 килограмм. На самом деле, как и в предыдущих пранках, мы всегда используем телефон вместо микрофона. Было два человека по две стороны, у которых в руке было два айфона, которые записывали просто на диктофон. Там было у Соболева, было я помню, потому что когда он звонил в скорую, он кричал, прям в этот динамик орал. И у какого-то казаха. Почему мы не обратились к петличкам? Я думаю, потому что это очевидно, то что петличка сразу спалится. Ответ на первый вопрос. Вот он. Ну, в этот раз мы решили прибегнуть к помощи профессионалов. Марлен вроде общался с каким-то Маратом, который знает какого-то булату. Они, в общем, не буду говорить, где эти ребята работают. И нам они предоставили данные, данные видеокамеры, которые вот такие вот, как пуговицы. Ее можно приклеивать на одежду, можно ставить машину. И вот мы с Омом еще таких вот аппаратиков снимали наш пранк. А так как Макжан постоянно может брать машину, да, у Бодизе. Любой работник этой компании, не буду делать рекламу, а то опять подумайте. Вот. Что за шум там, блядь? За день до этого это было. Если бы там не было тонировки, тогда бы спалили камеру. Но вот реально, как можно было задать такой вопрос? Он мне до сих пор бесит. В одной машине, которая стояла прям возле и возле самого этого действия, короче, были тонированные окна. Было 6 операторов, 6 разных локаций. Кто-то сидел в машине, кто-то стоял на улице. Все камеры были разными, все разрешения, цветокоры, там, везде получился разным. Получается такой эффект, что везде, как будто это там в разное время было снято. Прикинь, Антон, ты мне вопросы задаешь, и я такой... Резко сдох. Ну-ка, ну короче, как сказать, а какой вопрос был? Да там, короче, там был Финдай Акцент, вот он в нем сидел, короче, и снимал. И из-за того, что такой резонанс, типа тонировка, короче, все подумали, что по всей видимости мы снимали ночью и днем. И это вот самое абсурдное. Ладно, подозрения там, я не знаю, с этим, с камерами, с кровью, я не знаю, неправильно, подстригли правильно бороду Нурла, ну бля, ну не, пацаны, ну не, блядь, не тонировка же в машине, блядь, вы видимо подумали что это были оператор самом деле это были просто прохожие люди которые проходили снимали наши операторы они были хорошо спрятаны марленом поэтому до нихера их не было видно но их вообще не было видно потому что мы же мы же не дураки самая главная задача была именно это чтобы не спарили камеру самый основной страх любого пранка это то что его спалят и его остановят ребят я не знаю попутали вы тех людей которые стояли вот там за забором и снимали все это на свои мобильные телефоны это не операторы это просто очевидцы потому что кто-то спрятался в желтой кабинке кто-то спрятался у илана ванну ну когда ты видишь такую араму блять по-любому хочется это на сотку снятия выложить целый здоровый склад комплекс которых мы изначально всех предупредили то есть нам помогли очень там ребята по имени азамат там если вы заметите еще и закон люди торчали слева торчали это вот тогда когда поднял яйца ты понюхал сейчас я скажу я сейчас скажу а что что по тексту там был парниша который прям штурмовал комментарии типа то а нурлан это звук выстрел тоже в колонке слышал мы когда репетировали это было в такой более тихой обстановке и когда пистолет стрелял пистолет я не знаю с чего он сделан но он издает хлопок хлопок очень похожий на настоящий выстрел на самом деле дамы долго ебали с этим вопросом стрелять не стреляет срезать не резать да да целовать не целовать был вариант первый был вариант нож который задвигается но это было не так круто как если бы это был ствол и мы решили сделать ствол ствол стрелял но достаточно тихо но когда мы репетировали во время толпы когда этот кипиш шел этот пистолет услышать просто невозможно было поэтому монтаже когда мы вставляли для зрителя чтобы он понимал что вообще происходит иначе зритель бы не полу что произошло он бы подумала скафига чем акжан упал да мы именно этот фрагмент мы его отдельно выбрали и очень сильно над ним работали чтобы вы этот выстрел в итоге был услышан а это когда ты меня мы сделали так чтобы почувствовали себя в данном замесе довольно такой пранк он был схож своим напряжением с пранком на джека и радбеком потому что если мы вставляли еще и свою реакцию это бы сбивала динамику сбивала ритм поэтому мы нужды в этом не видели вас праги к примеру с ноги мушай мы могли себе позволить вставлять свою реакцию потому что это было органично самому ролику самому пранку и показывать свою реакцию на все то что там происходит когда везде напряжение и зритель видя нас у него сразу теряется вот эта планка напряжения он выходит из этой ситуации а так мы сложили ощущение как будто человек сам там находится и максимально пытались вот это вот сделать я думаю я ответил на вопрос почему мы не вставляли нашу реакцию какая ситуация была у нас просто в магазине смешных ужасов наебали короче типа кровь вампира блять типа там она реально 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 сколько стоит 240 тенге это тот пиздец который мы задаем себе тоже в плане мы сами охренели когда увидели что кровь фиолетовая спортивка макжана что-то не только что она дала какую-то непонятную реакцию и кровь стала розовая до этого мы с искандером мы короче наливали в шарик который он купил шарик кстати в виде сердечки маленькие мы не могли его надуть бля на самом деле надо было просто барана зарезать отвечать на кровь в этот ставить бля потому что а я подумал она реально была густая когда выстрел происходит гораздо больше крови человека вытекает и мы всю эту кровь разбавили еще и водой дали ему в руку кнопку и в момент когда в него стреляли он должен был сделать движение а вот так вот короче мы залили в шарик все протекало я кроссовки за 60 тонн испортил ну короче нурлан сам вообще на это не обратил внимание к нашей великой радости но даже если бы он заметил в принципе мы по нашему замыслу делали ориентир на то что в этом моменте уже в принципе надо стоповать он не спалил и мы думали давай выдержим еще 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 время чтобы вот этот момент с димоном из бумера ставить и все ну как бы к своему логическому концу да как бы шло да все своему логическому завершение ушло то есть и там кровь особо как бы роли не играла ну где-то ляма 2 ну я на это уже отвечал я в stories выкладывал то есть сам нурлан закидывал видео то что он не платил это я не вижу смысла на это отвечать потому что адекватному человеку он понимает что это не проплачено это просто человек хайпует и у него пиара столько что ему нахер не нужно башлять за пранк знаешь почему показалось потому что есть две причины почему показалось первое за пару дней с ним снимает вайн джека фэдбелли и люди думают что он начал отдавать деньги блогерам блять и ну типа через войны через пранк решил выходить вторая зачем ты стал такой долгое начало где он говорит пока ты сомневался пока ты не верил пока ты резал мне анус адекватно то есть ребят вы должны понимать что человек человек да он как бы имеет свойство как вы знаете типа ну подозревает да то есть нас и уличать в нас каких какой-то хуйни да то есть но 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 я вам скажу пранк был не проплачен потому что денег я не видел либо камал за жопу мне кажется байдель да это не тот человек который будет платить за свой первый у него и так достаточно денег во первых он вылезает всегда в инстаграме я не знаю но не платил он нам ребят как вы можете такое говорить обидненько пока ты не верил сомневался мы с ребятами уже заработали кучу денег то есть ребята просто не поняли этот прикол и напрямую восприняли не думаю что это реклама ну короче хуйня все это он нам не платил мне кажется после этого он нам должен заплатить за короче мы каждый раз говорим о том что наш пранк самый сложный самый трудный но это так и есть потому что мы всегда стараемся усовершенствовать этот пранк был самым масштабными самым сложным в плане реализации по одной простой причине потому что было очень много людей и каждый из них должен был знать свою роль да а лишь не прав это сразу видно то есть то что он не прав вот но даннику похуй твоя цель короче поставить на счетчик дан поставить на бабки тебя кстати зовут сабар нарим ты рядом с ним стоишь и просто представляешь угрозу молчаливая угроз но на съемочной площадке было всего около за 10 около 40 45 человек были актеры основная часть были операторы мы сами непосредственно которые все это ставили мы всегда говорим о том что очередной наш пранк самый сложный вы нас даже за это подъёбываете но этот пранк реально самый сложный потому что он во-первых самый масштабный во-вторых здесь есть угроза жизни этому человеку вот распределились мы таким образом что я отвечал за актерскую работу мало отвечал за договоренности там с местом и так далее я вам отвечал как раз таки за стейдж и скандер отвечал за кровь не ненормально маню да вот так знаешь ваш шарик не очень сильно надувается мужчина короче одна камера здесь с миллиардным зумом километрах одна камера вон там вдали от желтой кабины в желтой кабине мы туда залезем сверху это будет аскар одна камера в машине которую мы загоним x этой камеры как только они туда заедут как только машины все заедут я снимаю и передвигаюсь туда по поводу локации мы до этого снимали в этом месте ролик рекламный для одной компании и я тогда сам себе сказал что это идеальное место для либо фильма я очень удивился что его еще никто не использовал для кого-то фильмом связанным с драками с рэкетом именно локация стала вдохновением для вот этого пранка на самом деле вообще нам часто задают вопрос я часто читаю мне очень приятно что говорят что у нас очень талантливые актеры всегда на самом деле у нас актеры актеров как таковых нет потому что мы секрет в том что мы ищем людей которым эта роль органично да если вы видите человека играющего те или иные роли значит что в жизни они я не скажу что они такие же но они где-то схожи на свой персонаж таким же был и яркош таким же был и но у меня была внутренняя уверенность что в конечном итоге что дали что все ребята выдадут шедевр просто и зритель поверит и зритель поверил кого выделите вы я бы выделил одного но и разумеется этот даньяр потому что он нужно было помимо того что он отыгрывал вот этого психа нужно было еще помнить что зачем уйдет это первое и второе это никита парниша который был с той стороны который был виновник торжества как ты подписал вот он тоже очень круто вжился брон потому что потом жизни вообще другой довольно ему нужно было отыгрывать русского парнишу который на которого идет нереальное давление со стороны там лиц другой национальности виде казахов я приехал чем сейчас дальше пиздец опять его второй раз положил блядь здесь бля вот этот который блядь сам активно вот поэтому но хорошо вжился в роль там мне понравилось чтобы было интересно и чтобы нурлан еще сильнее углубился и поверил в это все мы решили поставить вот это вот раз на раз съемку и съемку экшен раз на раз чтобы ребята выше и реально было сложно придумать что они такого должны делать чтобы там это было коротко но и при этом это было реалистично и ребята реально на репетиции мы поняли задачу что один должен замахнуться второй должен присесть и он его просто берет и кидает то есть это кажется очень просто на самом деле это очень сложно и ребята реально покалечились это не кино толчок даньяра был настоящим рамсы были стычки были настоящими ну из самого трудного просто есть из трудности брать очень много было трудностей но самое основное это в любом случае работа с людьми координировать такую массу качков до которые пришли и но в основном кстати нам очень повезло ребята были очень адекватными то есть они с пониманием относились не вообще там ни единой ссоры не было хотя я вот этого опасался то что там пацаны не дай бог рамсанут на саму пару таких напряженных моментов было да вы их там заметили но в целом все прошло на ура и все пацаны отнесись с пониманием и за это огромное спасибо всем актерам нелегко как нелегко снимать пранки то есть когда я создавал этот шедевр я думала что-то абстрактным что-то серьезным то есть это должны быть по-любому рамсы и когда еще то есть александр сергеевич пушкин сказал комар игра актеров в наших пранках она всегда как бы поражает свое профессионализмом и хотелось бы отметить если вы заметили если вы видели брак на определенную минуту происходит въезд машина а и у там в 200 который мог рассвать на который мой ага там сидел олег то есть это мой водитель вот игра актера олега это просто знаете это я не знаю там не олег это просто олегище то есть так вот круто заехать я машина за машиной нужно было все это выставить хотя кому я пищу это все хуйня просто на помощь на выстретим заехать но 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 назад парень наш кем гена сидел за рулем то есть самым сложным для меня это была находка актеров потому что я нихуя не делал я как бы на все это смотрел сбоку было очень трудно смотреть на ребят с какими трудностями в этот момент я пил колу и немножко захлебнулся очень сложно хотя бы потому что мы задействовали очень большое количество операторов то есть их было 5 еще мне понравилась игра вот этого чувака который заступался понадобились гримеры и где-то 3-2-3 человека не смогли согласиться по своим личным причинам и нам помогла девочка и ханым спасибо ей большое что она сделала грим макжан так как и во всех пранках мы переживаем за финальную часть потому что все может пойти не по сценарию и как обычно у нас идет все не по сценарию но заебись все короче он умирает вы убежали импровизации где-то присутствует наш сценарий первую очередь для мары это был большой вызов он он впервые еще был кстати в числе операторов в момент уже въезда ребят он пошли пошел вместе с ними у него блага упроха очень было неудобно снимать весь этот замес пыль крики оры короче но ну и мы не переживали то что его спалят потому что ну нурлан мало с ним знаком и мара был в кепке в очках позади толпы так что берись был минимальный в чем была сложность переживали то что все эти ракурсы которые мы брали мы боялись то что в какой-то ракурс может не захватить то что нам последующих монтаже потребуется в общем короче это было очень сложная съемка именно в плане камер вот как то так я у него всем привет биржа нашим да можно начать не давай я вступительную можно начинать и первый вопрос подожди можете представлюсь на камеру где для чего мы все делаем да ладно камал все спрашивают и я проплатим на сколько он на самом деле проект не проплачен хотя не должны были проплатить очень хорошую сумму но это совершенно другая компания другой индустрии не ты дорог вот но за 18 часов до пранка сделка совалась ты был шоке я был просто вах у меня зайдет